Знаете, я был уверен в том, что ремейк Resident Evil 4 будет провалом. После откровенно слабого ремейка трёшки, после фидбэка журналистов месяц назад, которые, например, показали, что дождь в игре выглядит как в ремастере трилогии GTA, что, согласитесь, не самый хороший знак. После демки, которая покадрово повторяет оригинал и не добавляет ничего нового, я был заряжен на то, что придётся жёстко игру критиковать. Разрабы даже убрали тот самый голос из меню. Resident Evil 4 А где? И после такого вы надеетесь, что кто-то заинтересуется вашей игрой? Но случился конфуз. Когда я игру запустил, я был типа, чего, блин? Я ощутил мощнейший когнитивный диссонанс, потому что релизная версия игры просто офигенная. Два дня я не вылазил из игры, и мне прям необходимо поделиться впечатлениями. Говорю сразу, игра не идеальная, она имеет свои минусы. Из-за некоторых я прямо ощутил жжение в некоторых местах. Всё это мы обсудим, и вы получите исчерпывающее понимание того, что это за ремейк. Кстати, если вы сами хотите поиграть в Resident Evil 4, и к тому же купить по хорошей цене, то рекомендую обратиться к крупнейшему сообществу по PlayStation ВКонтакте. Мир PlayStation. Они предлагают услуги по приобретению игр через турецкие и другие регионы, что позволит вам сэкономить деньги на покупке любимых игр. Здесь можно купить не только Resident Evil 4, но и любую другую игру на PlayStation. Кроме того, вы сможете оформить все уровни подписки PS Plus сотнями игр и Xbox Game Pass Ultimate на компьютере и консоль, который позволит вам получить доступ к большому количеству игр каждый месяц, множеству скидок и другим преимуществам. Если у вас уже есть существующий зарубежный аккаунт, то ребята помогут приобрести нужное на него. Если нет, то специально для вас создадут новый аккаунт и ответят на все интересующие вопросы. Ссылка на сервис находится в описании под видео. Можно обратиться в группу ВК или в Телеграм. Переходите, пишите и играйте уже сегодня. Давайте сразу вас разозлю. Я в свое время проходил оригинальный Resident Evil 4, и мне, мягко говоря, игра не понравилась. Вы что, офигели, месье? Я знаю, большинство из вас проходили версию четверки, которая вышла в 2014 году. Но алды знают знаменитый кривой порт 2007 года. Чтобы вы понимали, с чем мы имеем дело, порт не поддерживал мышку. А еще в игре, где миллиард QTE-моментов, эти самые моменты были отмечены кнопками с PS2. Вы представляете, Шизу, мне приходилось угадывать, на какие кнопки нажать во время QTE. Записывал на бумаге, какая кнопка на клаве за что отвечает. Играя в Resident Evil 4, мне приходилось бороться не только с врагами, но и с самой игрой. И, естественно, ремейк все это исправляет. Кривой кусок кода становится идеально играбельным продуктом. Только за это я готов пожать разрабам руку. И давайте каждый важный элемент обсудим по отдельности. Начну с сюжета. Итак, главный герой Леон Кеннеди приходит в каком-то безымянном месте в Европе, чтобы найти похищенную дочь президента США. Естественно, сразу все идет не так. Люди тут заражены каким-то вирусом. И кольт, который тут обитает, хочет им заразить весь мир. И мы должны со всем этим разобраться. Скажу сразу, мне сюжетка оригинала никогда не нравилась. Потому что она очень простая, подается мелкими порциями, а диалоги вызывают тот самый кринги. Журналисты в 2005-м даже писали, типа, для такой хорошей игры тут какие-то нехарактерно тупые диалоги. Ремейк, к сожалению, исправил только последнюю проблему. Катсцены, диалоги все переделали. Игра стала более приземленной. Убрали весь этот гротеск оригинала, где в каждой катсцене было слоумо иногда по 15 секунд. Это реально так. Тогда Матрица была популярной. Игра только выиграла от того, что все это убрала. Все стало восприниматься только лучше. Ты больше сопереживаешь персонажам. Ты видишь, что моментами им страшно. Ощущаешь их отчаяние. И это классно. Еще Эшли наконец-то не бесит. Дело в том, что те, кто играл в оригинал, помнят, насколько же эта девушка надоедливая. Постоянно орет. Опять же, ремейк все это исправляет. Если не хочется ставить в этой деревне и сбежать, с ней даже приятно. Но вернемся к проблеме простоты сюжета. Дело в том, что игра говорит тебе Чел, найди Эшли и попытайся выбраться отсюда. И ты буквально этим и занимаешься всю игру. Смотрите, ты ищешь Эшли, ты находишь и начинается... После этого ее опять похищают и все начинается по новой. Ты ищешь Эшли, находишь и Леон, хелп. Ее опять похищают и в очередной раз по новой. Находишь, похищают, находишь, похищают. И это повторяется раз опять за всю игру. Ты молочина. Умеешь сбегать от стремных мужиков. Стой! И чтобы вы понимали, обычно ничего важного сюжетно не происходит между этими сегментами. Игра может вообще часа полтора не давать тебе никакого сюжета. И на самом деле в ремейке это ощущается еще более остро. Из-за собственно приземленности. Некоторые моменты смотрятся очень глупо. Например, герой должен попасть в церковь. Ибо там Эшли и собственно продолжение сюжетки. Но дверь закрыта. Ну и что делать в этой ситуации? Разбить окно и зайти? Дверь гранатой взорвать? Нет, надо конечно же часа два искать ключ к двери. И не поймите меня неправильно. Геймплейно там офигеть классные разнообразные моменты. Но сюжет просто стоит на месте. И я очень надеялся, что ремейк это исправит. Потому что сюжет имеет конкретную функцию в геймдизайне. Он склеивает геймплейные сегменты и служит мотиватором. А когда твоя мотивация постоянно найти какие-то ключи к дверям, то ты сильно бьет по твоей заинтересованности в игре. Что касается изменений в плане внешности персов, то мне с этого норм смотреть на Аду в вечернем платье, когда она посередине болота непонятно где в Европе, всегда вызывала недоумение. Да и в ремейке вместо этого есть на что поглазеть. Вот уж кого не думал встретить. Согласен, ковер, который появляется во всех играх, шикарный. Нельзя больше смотреть под юбку Эшли. Игра все затемнела, да и героиня несет немного другую одежду. И как бы окей. Но я читал комменты типа, нельзя больше увидеть трусы Эшли. Они испортили весь фансервис. Челы, выйдите на улицу. Повзаимодействуйте с реальными людьми. Хотя бы немного. И скоро вас отпустят. Согласен, иногда разрабы перебарщивают. Типа все плохие шутки Леона не оставили? Ой, я случайно. Кроме шуток про женщин. Женщины. Вот так всегда. Вот так всегда. Но насчет одежды это точно нужно было менять. Это просто смотрело странно. К тому же, давайте честно. Леон это Сигма. И он в женщинах даже не заинтересован. Что на тебя нашло? Зачем ты прыгал по люстрам? Тебя спросить забыл. Так или иначе, сюжетка нормы. Кроме последней четверти. Опять же, я думал в ремейке это исправит. Но все по старому. Дело в том, что Резик 4 довольно атмосферная экшн-хоррор игра. И она сохраняет свой стиль ровно до последнего острова. В финальной четверти игра превращается в Call of Duty. Экшн, взрывы, три раза убиваешь одного и того же босса. И думаешь, ну когда же все это закончится? И очень странно, что это не поменяли, учитывая то, что люди на эту часть игры жалуются уже 18 лет. А вот к чему у меня особо претензий нет, так это к геймплею. Я с него немного в шоке. Оригинал хорош в этом плане, хоть и немного кривой. Игра не зря стала культовой. Ее механики потом на протяжении очень многих лет можно было увидеть в разных играх. Черт, все спиздили. Но ремейк просто выводит все на новый уровень. Разрабы не пытались копировать оригинал. Они проанализировали его и решили улучшить. Создав при этом невероятный коктейль. Вот ингредиенты по отдельности. Стрельба стала более отзывчивой. Да и тупо лучше управляется. Нож дико полезный. Им можно бить не только в ближнем бою. Им также можно парировать. Причем мне кажется абсолютно все. Вилы и топоры. Коктейли молотого, стрелы. Еще тут прикольные враги. Во-первых, игра постоянно кидает тебе что-то новое. Каждая локация имеет что-то уникальное в этом плане. Во-вторых, давай бросай. Тупой враг. Давай, давай еще раз. Враги не ждут, пока ты их прикончишь. Они уворачиваются, стараются тебя подловить. И из этого просто весело с ними взаимодействовать. А про боссов даже не знаю, есть ли смысл говорить. Они очевидно потрясающие. Есть мини-боссы. Они не особо сильные, но могут доставить тебе проблем. Как же, например, было приятно. Встретить чела с бензопилой чуть позже по сюжету. И отомстить ему за кирпичи в начале игры. Ну, главные боссы, тут я кайфанул. Они уникальные, интересные и разнообразные. Как в плане внешности, так и поведения. Тут просто не передать словами. В это надо играть. И последний ингредиент нашего коктейля, это левел дизайн. Я его обожаю, особенно в первой половине игры. Резик 4 постоянно пытается тебя подловить. Левел дизайн с тобой играет, и это так хорошо. Например, ты видишь чела, который бросает в тебя динамит. Твоя реакция сразу убежать в эту дверь. Туда ты торопясь зайдешь, и скорее всего заденешь провод, который включит бомбу. А если чудом выживешь, то рядом разрабы еще капкан для тебя оставили. Причем ты это можешь сам против врагов использовать. Или вот я вижу челика, который стоит спиной ко мне. Моя первая мысль, надо по стелсу его устранить. Все же герой мастер в этом деле. Какого дьявола ты здесь шумишь? И короче, разрабы специально добавили чела сюда, ибо знали, что я за ним последую. А за бочками ловушка Джокер, а там враг, который моментально меня спалил и атаковал. И таких моментов в игре просто невероятное количество. Игра тебя байтит, и по большей части ты попадаешься на ее крючок. И вот собираем все эти ингредиенты коктейля вместе, и что получается? Получается очень адреналиновая смесь. Во время прохождения игра тебя требует не сидеть на месте. Если будешь, как в обычной игре, просто стоять и стрелять, то тебе быстро придет конец. В Резике надо постоянно бегать, ибо враги ждать своей очереди не будут. Они тебя окружат. Нужно стараться не попадаться в ловушки и самому ввести врагов в них. Стрелять нужно метко по головам или конечностям. Надо понимать, с кем ты дерешься. Какие-то враги не любят яркий свет. Кто-то имеет одно уязвимое место. Иначе придется всадить в них несколько обоим. Из-за всего этого геймплей Резика 4 просто дико доставляющий. Главное старайтесь не попадать по Эшли. Иначе придется долго переигрывать. И это еще не все. Потому что натуральный шок я испытал, когда понял, что Resident Evil 4 стала полноценной метроидванией. Я тогда подумал про себя. Если они реализовали все на достойном уровне, я ставлю игре десятку вообще без вопросов. Но к моему большому сожалению, блин получился комом. То есть с одной стороны тут все круто работает. У тебя большая карта, на которой ты передвигаешься. Решаешь загадки, находишь сокровища, продаешь все это и зарабатываешь деньги, чтобы приобрести и прокачать более крутое оружие. Причем тут есть свои нюансы. Лучше соединить самоцветы и всякие браслеты. Так ты дороже их продашь. Находишь специальную траву и поднимаешь свое хп. На стрельбище выбиваешь специальные жетоны, чтобы открыть невероятно крутые награды. Но с другой стороны тут два больших минуса. Первый это доп-квесты. Они из ММО двухтысячных. Принеси три яйца и шкур змеи, разбей шесть символов, убей трех крыс. Серьезно, блин, квеста что, тот Говард делал? Причем эти задания надо выполнить. Потому что иначе ты не можешь получить специальную валюту и купить уникальные предметы. По типу карта с местоположением всех сокровищ. А второй минус мира это многочисленные точки невозврата. Проблема заключается в том, что игра имеет очень много как локальных, так и критических точек невозврата. Но знаете, как в конце какой-нибудь игры тебе говорят, мол, чел, сделай все свои дела, ибо дальше концовка, и ты не сможешь вернуться. Причем после концовки обычно можно дальше играть в игру и исследовать все до конца. Но в Resident Evil 4 ты можешь закрыть себе доступ к определенным районам на карте. А потом и вовсе ты закрываешь себе полностью доступ к определенному региону. То есть игра тебе как бы говорит, ты либо зачищаешь все в моменте, когда я тебе позволяю, либо ты никогда не получишь эти вещи. Я, конечно, не знал об этом, и во время прохождения подумал, типа хочу больше по сюжету пойти. Я не буду прямо сейчас искать каждый спрятанный ключ, чтобы открыть все секретные тумбочки. Займусь этим потом. И вот прошел я до десятой главы, это где-то две трети игры. И при попытке вернуться обратно на первые локации, игра как бы, я тебе, чел, ничем помочь не могу. И понимаете, я очень классный и скромный человек. Но у меня минус. Я серьезно, ментально болен. Я должен зачистить все локации в игре на сто процентов. Это правило особенно действует для хороших игр. А Rizik 4, безусловно, хорошая. Поэтому, когда мне игра сказала, что все, что ты пропустил, ты потерял навсегда, то словами не описать мою реакцию. Если подытожить, то игра превзошла мои ожидания. Геймплей улучшили. Игра более приземленная, что мне определенно зашло. Появилась довольно классная Metroidvania с потрясающим левел-дизайном. Конечно, не без нюансов, о которых я говорил выше. Но почему, почему вы не позволяете мне собрать все сокровища? Что я вам такого сделал, разрабы? Эти люди мечтают видеть твою жопу в огне. Причем игра почти идеально оптимизирована. Намного лучше того же ремейка Dead Space. Есть какие-то мелкие баги, но это так, раз в 8 часов. Несмотря на неровности, это очень хорошая игра. И покупать обязательно. Твердая 8,5 из 10. На сегодня у меня все. Поддержите лайком и подпиской. Также заходите в мой телеграм-канал. Там очень много интересных вещей. Но пока, до скорого, ребята.